Первосвятительский визит в Мурманскую митрополию Святейшего Патриарха Московского и Всяруси Кирилла продолжился посещением Соловецкого архипелага. На острове Большой Заяцкий Святейший Владыка побывал в древнем Андреевском скиту. Большой Заяцкий остров – заповедная зона Соловецких островов. По морю сюда можно добраться за 20 минут. Главной доминантой острова является древняя церковь Андрея Первозванного, построенная по приказу Петра Первого и чудом сохранившаяся в своем первозданном виде до нынешних дней. 300 лет на семи ветрах. Существует легенда, что в этой церкви был освящен Андреевский военно-морской флаг России. И поскольку именно отсюда Петр Первый совершил свой победоносный бросок из Белого моря в Онегу, Ладогу и Неву, церковь эта навсегда связана с рождением Российского Северного флота. Прибывший на Заяцкий остров Святейший Патриарх Кирилл вместе с архипасторами направился к Андреевскому скиту Соловецкого монастыря. Передвигаться здесь можно лишь по специальным деревянным пешеходным настилам, дабы не нарушать природно-археологическую композицию заповедной зоны. В Древней Андреевской церкви его святейшество совершил поминальный молебен. Наместник Соловецкого монастыря архимандрит Порфирий Шутов рассказал о тех видимых переменах, произошедших в церкви за последнее время, которые не остались без внимания святейшего патриарха. Например, появление нового иконостаса. Замечательно. Просто не узнать. Не узнать, что место. Значит, 17-го? В общем, Соловецкий очень древний. Сначала 17-го. Сначала 17-го. Да, вот, когда из ситуации смотрели, слушал Леона Васильевича, они очень грамотные, они как бы, сочетали старые элементы с новыми, как бы, по-моему, я сейчас не думаю. Но ничего, ничего не, как бы, не отражает. После посещения Андреевского храма на Заяцком святейший патриарх Кирилл совершил переход на Большой Соловецкий остров. Продолжение следует...